Всем привет! Сегодня я хотела бы поговорить о самодостаточности. Конечно, люди делятся на экстравертов и интровертов, но в каждом из нас есть частичка и одного, и другого. Интровертам, например, нужно общение с друзьями, все равно у них есть хотя бы минимальный социальный круг, с которым они постоянно взаимодействуют, поддерживают мужские и вообще близкие отношения. Так же, как и экстравертам, какими бы они ни были общительными, все равно нужно и важно какую-то часть времени уделять только себе и проводить наедине с собой. Так вот, для меня самодостаточность — это как раз то, когда тебе не скучно наедине с самим собой, и это интерес к личности своей собственной. Не как нарциссизм, эгоизм или что-то такое, а просто искренняя любовь к своим увлечениям, к своим, опять же, интересам, к тому, что тебе нравится, что ты любишь. Это очень помогает понять себя, разобраться в себе, полюбить себя даже больше, помогает развить осознанность и множество других положительных вещей. Поэтому самодостаточность без одиночества немыслима. Нужно именно испытывать периодическое одиночество целенаправленно или случайно, в состоянии которого вы как раз-таки и принимаете себя, понимаете себя и испытываете то, что называется самодостаточностью. Вот он я, я такой, и по сути, мне самому собой интересно и больше никто не нужен. Не бойтесь оставаться одни и не бойтесь проводить время наедине с самим собой. Это может быть прогулка в одиночестве, опять же, или просто сидение дома, чтение какой-то книги, занятия. Вас никто не заставляет постоянно находиться в общении с одноклассниками, одногруппниками и с друзьями даже. И в это время, конечно, не нужно бездельничать. Не нужно. Это просто даром потраченное время. Если вам не требуется отдых после напряженной недели и так далее. Который, кстати, тоже не всегда заключается в том, что нужно обязательно проводить время с друзьями или кем-то еще. Лучший отдых тот, когда ты один, когда ты действительно разбираешься и обдумываешь, что случилось, какие извлечь, возможно, плюсы-минусы, как поступить, какие сделать планы на будущее, какие новые поставить цели себе. И это все, все эти мысли могут происходить в процессе действительно отдыха, просмотра фильма, чтения какой-то книги. Это все нормально. И это даст гораздо более лучший результат, чем проведение отдыха в компании, с друзьями в баре или где-то еще. Развлечение не всегда полезно. Отличие от времени наедине с собой. Есть очень известная фраза «относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Но для меня точно так же очень важная мысль, как ты можешь быть интересен другим людям, когда ты не интересен сам себе. Поэтому без вот такой вот работы над собой, без анализа себя, понимания себя и проведения времени наедине с собой, я уверена, что другим людям ты не будешь интересен. Ты сам себя не знаешь, не понимаешь и недоволен собой. Поэтому, если у вас сейчас кризис, какие-то проблемы в жизни или вы просто о чем-то переживаете, выделите специальное время для одиночества и проведите его с пользой. Все обдумайте, проанализируйте. И этим постепенно вы начнете воспитывать себе самодостаточность. Всем пока! А последняя фраза запрыгнула, люблю! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok